МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! На всю страну прогремела очередная громкая история. Водитель не пропустил скорую помощь. Миллионы просмотров, эмоции в комментариях зашкаливают. Даже сам Бастрыкин, глава Следственного комитета, обратил внимание на эту историю и распорядился завести уголовное дело на водителя. Давайте посмотрим, о чём идёт речь. Полиция задержала водителя, который не пропустил детскую скорую помощь в Москве. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Сам инцидент произошёл 20 апреля в Москве на Солнечной улице. Владелец внедорожника Мерседес-Бенц устроил разборку с врачами, которые ехали на вызов. Конфликт зафиксировал видеорегистратор. На съёмке с видеорегистратора видно, как владелец внедорожника разворачивается на узкой улице и перекрывает дорогу медикам. Водитель скорой включает спецсигнал. В ответ хозяин Мерседес как будто намеренно двигается медленно, притормаживает, а потом и вовсе останавливается и выходит разбираться с врачами. В Государственной Думе недовольны сложившимся положением дел. Напомним, что скоро в стенах законодательного органа власти должен быть рассмотрен законопроект о резком ужесточении наказания для водителей, которые не пропускают автомобили со спецсигналами. У меня от слова «ужесточить» уже нервный тик. Давайте зададимся вопросом. Сколько же подтверждённых случаев в нашей стране, когда водитель не пропускал машину экстренных служб? Мы провели анализ опубликованных историй, похожих на обсуждаемый случай, и насчитали 4 инцидента за 5 лет. Это пятый. Однако со всех экранов нам как бы говорят, что это настолько массовое явление, что неплохо было бы ужесточить. Статистика Российского Союза автостраховщиков ясно показывает, что примерно 98% водителей либо не нарушают ПДД вовсе, либо нарушают редко, и эти нарушения не относятся к категории грубых. Лишь 2% водителей набирают за год более 5 грубых нарушений правил дорожного движения. Это говорит о том, что мы абсолютно нормальные и добропорядочные водители. Да, в каждом стадии есть паршивая овца. Но давайте задумаемся, а кого коснутся в первую очередь все эти ужесточения? Конечно же нас, обычных водителей. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что уступить дорогу автомобилю экстренных служб вы должны немедленно. Невзирая на законы физики, которые нам четко говорят, что телепортацию пока еще не изобрели. Но юридически вы должны исчезнуть с дороги немедленно, после того, как вы услышите специальный звуковой сигнал за своим автомобилем. Представьте себе такую ситуацию, когда вы едете в левом ряду многополосной дороги. Слева от вас отбойник, справа другие автомобили, и тут сзади к вам пристраивается скорая. В отбойник вы ехать не будете, а с другими автомобилями выходит неувязочка. Вы должны уступить дорогу одновременно и тем, кто справа от вас, и тому автомобилю, который сзади вас. Если автомобиль справа не пускает вас в свой ряд, на что имеет полное право, вы окажетесь негодяем, подлецом и одновременно злостным нарушителем, которого надо немедленно покарать. К сожалению, многие водители плохо учили ПДД и слабо себе представляют, как витиевато сформулированы правила дорожного движения, когда любого можно сделать виновным в том, что он не мог нарушить законов физики. Наверное, в спецтехнике придется подождать, так как у меня не будет возможности пропустить просто-напросто. Встанавливаюсь и жду доброго человека, который меня пропустит. Постараюсь, а откуда деваться? Это водитель должен скорой определить, смогу я выступить или нет. Он тоже с глазами видит прекрасно, куда ехать. Ну, тут все зависит от мастерства водителя, я думаю, что я залезу. Как-нибудь покажу сигналом или чем-то, или жестами, чтобы объясню, что скорая, чтобы не пропустили. Ну, я не буду кричать на них и орать, но постараюсь все-таки как-то это все сделать. Ну, я же не улечу, я все равно буду пытаться перестроиться. Нам надо четко усвоить, что все ужесточения работают лишь на увеличение потока денег в адрес коррумпированных сотрудников одной из экстренных служб. Для того, чтобы привести в порядок процедуру пропуска скорой, пожарной службы, полиции и службы газа, надо для начала эту процедуру написать и придать ей законный статус. Очевидно, что тех инструкций, которые есть в текущей редакции правил дорожного движения, не хватает, чтобы однозначно быть уверенным, что ничего не нарушаешь. Но изменения в сами правила, которые написаны абсолютно нечетко, витиевато, которые можно трактовать двояко, никто не собирается вносить. А вот ужесточить наказание за нарушение – это всегда пожалуйста. Не зря есть поговорка «ловить рыбу в мутной воде». Вместо того, чтобы сделать воду прозрачной, нам предлагают, руководствуясь якобы благими намерениями, оглушить всю рыбу, кинув в воду динамит. Не ведитесь на это. Думайте всегда своей головой. Держитесь, друзья, и до встречи в потоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова